Приветствую вас и, вы знаете, вот если отвечать на ваш вопрос прямо, то есть почему вам сейчас так плохо, почему вы испытываете такую апатию и так далее, да, то можно сказать достаточно определенно, что у вас пропала надежда, надежда. Если раньше, когда вы делали перерывы в общине, то вы знали, что он позвонит все равно, потому что чувствовали себя нужной ему, потому что чувствовали, что вы все равно что-то для него значите, все равно что-то вы для него какую-то ценность имеете. А сейчас, когда у вас все закончилось, тогда вы поставили точку, надежда пропала. И это выбило вас с клей. На мысль для человека вы поняли, что больше вы не значимы. У вас появились сомнения в собственной значимости и отсюда ваши переживания. Отсюда ваша апатия, не желание ничего делать и так далее. Именно потеря надежды и потеря того источника энергии, который, вероятно, представлял из себя мужчина. Также отдельно, вот отдельно, как бы в дополнении, в дополнении хочется сказать так. Вы назвали мужчину нарциссом, сказали, что он вас предавал. Сказали, что остался за ним долг вам. То есть мужчина откровенно в свои желания, в свои потребности ставил превыше ваших. Но тут же, казалось бы, знаете, вы, может быть, этого в виду совсем и не имели. Но когда я читал, что он воевал в Чечне, был спасателем и так далее, рассказывал вам что-то как друг, складывается впечатление, что вы пытаетесь его оправдать таким образом. И вот это, на самом деле, реакция эта вполне естественна. Потому что мужчина вас предавал, то есть он не предал вас, он предавал. Предательство было не одно и, судя по всему, и не два. Раз мужчина нарцисс, значит, самовлюбленный, и вас использовал, и вы все это терпели. После того, как вы расстались, выяснилось, что у него там была женщина, на которой он жена, обман, которая была еще до вас с ним. То есть все это обман. И вы все равно, несмотря на все эти вещи, продолжали с ним общаться. Ради чего? Вот в чем вопрос. Ради чего вы с ним общались? Ради чего вы с ним взаимодействовали? Почему вы пишете, что вы решились ему позвонить и сказать, чтобы он вам больше не писал и не звонил? Мужчина уже показал вам, что он использует вас. И тем не менее, вы все равно волновались, переживали и, собственно говоря, до сих пор переживаете относительно того, что вам вы расставили все точки над «и». О чем это говорит? А говорит это о том, что, вообще говоря, мужчина давал вам какое-то удовлетворение, какую-то удовлетворенность вашими желаниями. Мужчина помогал вам получить то, что вам нужно. Вот начать нужно с того, вот это самое тяжелое ваше состояние, апатия. Начать нужно с того, чтобы выяснить, а какие желания вы удовлетворяли с ним? Какие желания вы перестали удовлетворять сейчас? И почему вы не можете удовлетворять эти желания без него? Вот эти вопросы, они на самом деле не такие уж и сложные. Вы назвали у мужчины достаточно большое количество недостатков, достаточно большое количество минусов. Из плюсов назвали только его прошлое и, в принципе, все. Но, тем не менее, он вам очень нужен. И он нужен вам. Именно вам. Именно вам и именно для себя. Потому что, если бы вы желали ему счастье, то вы бы поняли уже давно, что он не с вами счастлив. Ну раз, предает, раз, долг у вас как бы образовался, да, и так далее. И вы бы его отпустили. Тот, кто любит, любит по-настоящему и сильно, всегда может отпустить. Нельзя говорить о том, что вы, мужчину, именно такой любовью любите. Потому что он вам для чего-то нужен. И вот то, что вы сейчас переживаете, это фрустрация. По крайней мере, так видится это мне. Фрустрация, которая связана с тем, что вы потеряли способы, потеряли следствия удовлетворения ваших желаний, которые вы связывали с этим мужчиной. И абсолютно не сложно догадаться, что нужно эти желания выявить и подумать, как бы вы могли удовлетворить их не через мужчину, а, скажем так, напрямую. Вот, если говорить о вашей значимости, да, вот о значимости, о ценности. То есть, вот такой, на мой взгляд, ну, действительно важный момент. То есть, каждому человеку очень важно чувствовать себя значимым. Каждому человеку очень важно чувствовать себя, там, презентационным. Вы, получается, в себе сомневаетесь, раз так сильно держите за этого мужчину. Вот, и нужно тогда спросить вас, почему вы так сильно в себе сомневаетесь? Откуда вообще взялись ваши сомнения в себе? Это неуверенность в себе. И вот от нее нужно избавляться. Как избавляться? Ну, на самом деле не так уж и трудно это сделать. В зависимости от того, в чем вы неуверенны в себе, нужно ставить себе цели, разбивать на задачи и задачи выполнять. Но не просто выполнять, а придерживаясь определенной стратегии. Придерживаясь определенной стратегии. Я понимаю, что сейчас это звучит достаточно стерильно, может быть немного, может быть немного это звучит абстрактно, но тем не менее, если вы будете независимой от мужчин, от этого мужчины, от любого другого мужчины, твои отношения сможете строить как раз на основе независимости, уважения и свободы. И именно такие отношения принесут вам удовлетворение, удовольствие настоящее. Независимость, которая болезненно и порочность, а то самое единение с человеком. Но, еще раз повторю, для этого вам нужно быть всегда готовым отпустить этого человека. Если любите, то готовы отпустить. Этого мужчины, то отпустить не готов. Вот и вопрос, на который вам нужно ответить, почему вы не готовы это сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok